обзор отчетности об инцидентах информационной безопасности при переводе денежных средств от центробанка и этот обзор представляет собой крайне любопытный статистический отчет о состоянии вот такой же вытрепещущей для россиян сферы как банковское мошенничество во втором квартале значит сообщается что всего общий размер ущерба составил 2,8 миллиарда рублей всего-навсего россиян такие деньги украли и еще один очень еще одна очень интересная цифра это процент возмещений по таким операциям до назвать операция без согласия менее одного процента вот так вот и все подожди менее одного процента еще раз от объема похищенного возвращается пострадавшим но это же действительно правовое государство которое думает о собственном народе вообще по хорошему отвечать за это должен сбербанк за это должны отвечать банки которые соответственно не предприняли необходимых мер для того чтобы гражданин был в безопасности чтобы он сохранил за собой возможности до уберечь свои накопленные средства ведь мы же с вами знаем да что забирают то последнее у людей социально незащищенных у людей пенсионного возраста многодетных семей забирают последние и когда я слышу иногда такие знаете надменные высокомерные заявления да гражданин сам виноват нехрен раздавать ценную информацию мошенникам слушайте но вы думаете что вот вы одни такие умные все остальные дураки нет там люди работают тоже очень в этих вещах кавычках талантливые они звонят и бьют по самому дорогому они говорят конкретную информацию они владеют персональными данными про семью они говорят о пугают людей просто пугают а в условиях отсутствие какого-то юридического просвещения правового просвещения власть пытается от этого всячески откатить им не нужны грамотные люди тоже грамотные люди будут знать как себя защитить до будут чувствовать за собой силу дополнительную уверенность гораздо проще управлять людьми безграмотными да не уверенными в себе что собственно власти демонстрируют а побочным эффектом является вот это мошенничество вот этот лохотрон где звонят представляются клиентами клиентами сотрудниками банка называют какую-то информацию персональную естественно человек производит впечатление там как номер меняют и вообще в целом и это приводит к тому что да человека обманутый человек беззащитный перед вот этими мошенническими действиями да многие по своей наивности это отдают но опять же да ну значит учитывая ситуацию что воруют миллиардами нужны дополнительные механизмы защиты стороны банк почему их не вводит интересный вопрос да вообще как так получилось что в местах не столь отдаленных да в спец учреждениях не просто там какие-то там нарушения местных вот этих установок да а идет нарушение закона там на постоянной основе фактически организованные преступные группы функционируют это в местах где там муха не должна лишний раз пролететь потому что все это в сговоре все это на откатах все это по согласию и с покровительства этих сотрудников и в сина и правоохранительных органов и контролирующих структур но неужели вы думаете если бы фсб у которой вообще все могут отследить которые в 21 век не нужно строить иллюзий что что-то там про кого-то не знают тем не менее вот это всевидящее полицейское государство не может найти управа на этих на этих мошенников телефонных да на эти дополнительные офисы сбербанка в колониях но конечно же мол не хотят это да ровно также не хотят решить проблему преступности другой да потому что все это часть какого-то бизнеса если мы ведем речь о незаконном распространении наркотиков но все все распространение незаконное то очевидно что это чей-то бизнес к него к с него кто-то кормится если мы говорим с вами о каких-то мошеннических операциях там связанные с незаконным отъемом имущества там недвижимости да это чья-то кормушка у нас завтра на эту тему выйдет очень полный материал с интересной аналитикой с утра обязательно посмотрите ознакомьтесь и помогите его распространить это действительно очень важно поэтому видите сколько из года в год российская власть констатирует что этот бизнес не просто процветает он растет в своих объемах своих доходах и они разводят руками говорят мы ничего не можем с этим сделать мы боремся мы боремся мы будем бороться только результаты отрицательные результаты неудовлетворительные а значит ну ребят если вы борете если вы ставите перед собой задачу не достигаете ее вообще в цивилизованном обществе за этим должна следовать отставка то есть руководители силовых ведомств силовых структур которые ответственны за то чтобы этому положить конец нужно просто отправить в отставку они будут прекрасно понимать чем грозит их бездействие их халатность их нерасторопность естественно будут понимать что за это будет личная ответственность и они станут лучше работать а если они понимают что спроса никакого нету ну конечно кто там на откатах будет кататься великолепно незаконно обогащаясь хорошо себя чувствовать вы아� unlocked вы вы вы